К сожалению, ей не являюсь. Брушка! Как мы тебе поверили! Так вот, всё дело в бодексе. В общем, сейчас я расскажу вам несколько стихов, но перед тем, как их рассказать, я хочу поздравить Романа с днём рождения и пожелать ему оставаться таким же доброжелательным, хорошим. Вот он настолько добрый, он настолько всегда хвалит всех поэтов, выступающих, музыкантов. И прям так тепло от этого на душе, потому что не все, к сожалению, такие ведущие. Просто он приходит сделать праздник с душой. И вот такое ощущение, что ему ничего не надо, ни любви, ничего. Но на самом деле мы ему рады давать и любовь, и счастье, и заботу, и отвечать взаимностью. И с днём рождения, Роман! Спасибо! Спасибо! Сейчас вам было слово с вами. Это всё-таки поздравление, да? Я имею право сказать пару слов. А там, получается, такая вещь. На самом деле, можно относиться гуддийский, христианский и так далее. Когда ты начинаешь что-то делать, и частично вот пытаешься туда дух, свой дух или тот, который идёт через верх, и ты являешься парняком туда пустить, тогда и получается вот такая отдача. Ты даже уже не замечаешь этого. Слава Богу, что мне это получается. Я рад, что вы это цените. Спасибо вам огромное. Спасибо. И я поэтому хвалю вас не потому, что вот кукушка хвалит петуха. Ничего подобного. Если что-то, я потом подойду в куаре и скажу, а у тебя вот это немножко не так, а вот это не так. И вы все знают, что я подсказываю деловые вещи. Я никого не критикую. Я советую. Спасибо, что ты заметила это и намекнула тонко так. Спасибо. Да, спасибо за добрые слова. А сейчас, пожалуй, я начну свой рассказ. Вы знаете, каждый из нас хочет встретить какую-то идеализированную вторую половинку. И мы все ее загадываем. Но, есть маленькое но, что мы сами можем дать этой второй половинке. Я считаю, об этом тоже нужно думать. Причем задумываться конкретно. Вот на что мы способны. Чем мы такие особенные, что можем встретить самую красивую девушку на свете или самую умную девушку на свете. А может быть самого богатого мужчину на свете. То есть у всех свои амбиции и желания. Я желаю вам, чтобы у каждого из вас они сбывались. Нужно о них постоянно думать. Так вот, первое стихотворение называется «Жена». Влюбленная, Влюбленная, Страстная, Бежит в руки к публике. Такая мечта прекрасная, Быть любящей в рублике. Глаза наивны, синие, Заряжены разрядами, Идя по своей линии, Играется взглядами. До глубины опасная, В рифмах купается, Послушная и властная, Для нас много старается. Любит до полоумия, Как змея часто жалит, Нравится ей полнолуние, По фото точно гадает. Лечит, как добрая фея, Видит насквозь душу. Не так хорошо с нею, Она мой покой рушит, Деньгами ее засыпаю, Чтоб много писала она, Любовь ее нежно глотаю, Вся в цвете наша весна. Мне так повезло с ней, Всех девушек я забыл, Я маг и чародей, Обычный бы с ней не жил. Это я написала от лица своего будущего мужа. А вдруг я пророк? Спасибо. Так вот, следующее стихотворение называется «Под золотыми небесами». Русалки с завистью щепечут, что скоро мы родными станем, нас миллиардом обеспечут, мы скуку жечь не перестанем, летим, как соколы с тобою под золотыми небесами, а ангелочки со стрелою охотятся везде за нами, тебя корить не прекращуя, забрызгаю слюной эмоцией, ты улыбнешься, и я блефую, хочу с тобой всегда бороться. Я как зареванный младенец, бьюсь кулачком в твои ворота, гранаты рву, как оболченец. К тебе добраться не работа, работа ждет меня с тобою, ведь ты шальная пуля в поле, таланты все твои отмою, возьмешь в кулак ты силу воли. Молодец. Спасибо, Инке. А сейчас я расскажу стихотворение про наивные глазки ребенка. Кстати, вы замечали, что у детей глаза намного выразительнее, чем у взрослых, и они не боятся показывать своих эмоций, это же прекрасно. Итак, наивные глазки ребенка, не знающие гнев и печаль, дочка играет так звонко, и время малышке не жаль, кидает в кучку машинки, строит высокое ограждение, кричит и пищит без запинки, любит по счастью хождение, бьет кулачком и плачет, когда мы с папой ее журим, она для нас только значит, мы ее идеально растим. В зыбком будущем дочка и папу ее, и я не знаю совсем, но мысль о семье как почка зреет на дереве вечных тем. И последнее стихотворение про Питер. Да, я специально для романа выбрала очень нежные стихи. Гуляем ночью по Питеру Среди сугробов заснеженных Вода сияет палитраю Сынок наш Обижен Бешено Обнимешь его как куклу А я за любую сневую На ручки возьмешь Бугу Я ж тоже частенько ною Ты любишь меня разную Я ж только на сцене звезда Такую жену ужасную Никому не отдал Никогда Наш маленький беспокоится Он не привык к гастролям В твоих фотографиях кроется Будущее Слоем за слоем Вот как-то так Ребятки будьте счастливы Загадывайте любите и берите от жизни все Она обязательно даст Главное пожелать Спасибо Стоит